Заринский кавер-бэнд «Квинта» на сцене уже три года. Ребята, большинство из них школьники, дважды в неделю репетируют в Доме культуры «Балиндер». Авторских композиций в их репертуаре пока нет. Однако поют музыканты и современные песни, и классику русского рока. Например, «Зимфиру», «Кино», «Арию». А в доковидный период «Квинта» успела провести несколько выступлений. Мы выступали на рок-фестивале, это было как раз весной, в 2019-м как раз. Мы уже полностью собрались, подготовились и выступили. Еще мы выступали летом на «Цой жив», прям на площади фонтана. Вот, было очень интересно. Но интересно не значит просто. ДК дает коллективу площадку для репетиций и наставника, а инструменты музыканты покупают сами. Для этого гитаристам и басисту пришлось подрабатывать после уроков и откладывать деньги. Ударнику повезло больше. Барабаны достались, можно сказать, по наследству от другого коллектива. Но на сегодня установка уже изношена и требует замены. Очень много вот у нее уже проблем, вот этот и пластик, и без конца эти палочки, и тарелки все уже лопнутые, треснутые. Но тут много проблем, масса. Цены на ударные установки очень разнятся. Но более-менее приличные, это вот от 70 и выше тысяч. Помимо этого, для уличных выступлений «Квинте» необходимы колонки и микшерный пульт. А это еще порядка 100 тысяч рублей. Таких денег ни у юных музыкантов, ни у Дома культуры нет. Поэтому кавер-бенд решил принять участие в конкурсе «Мой проект моему городу», который в Заринске запустил фонд Александра Прокопьева. Участие и активность проявляют молодые жители города Заринска. И это немаловажно. У них нет такого большого опыта участия в таких конкурсах. И в том числе нет опыта оформления документов. Но у них есть идея и желание ее реализовать. Поэтому мы обязательно поможем ребятам, подготовив все документы, чтобы они могли принять участие в конкурсе наравне со всеми. Конкурс там будет проводиться в три этапа. Первый этап – это прием заявок. Второе – заочная оценка. И третий этап – подведение итогов. Будет проводиться попечительским советом путем голосования. Общий бюджет конкурса – 2 миллиона рублей. А размер грантов – до 200 тысяч. То есть в случае победы «Квинта» сможет купить и барабанную установку, и всю необходимую технику. Однако только культура и номинации не ограничиваются. Участие открыто по нескольким направлениям, среди которых здоровый образ жизни, добровольчество и благоустройство территорий. Данный конкурс проектов для саренчан – это, конечно, хороший стимул для творчества. И в свою очередь это принесет формирование успешного городского нашего общества. Все получаются номинации, они достаточно большое количество общества захватывают. Именно поэтому к участию готовятся и другие ДК, и Центр детского творчества, и даже Совет ветеранов. Подать заявку необходимо до 20 февраля. Итоги подведут не позднее 15 марта. Более подробно с условиями конкурса проектов можно познакомиться на сайте фонда Александра Прокопьева. А пока в Квинте надеются, что один из грантов достанется именно им. Ведь на подходе уже второй состав группы. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.